Затянувшаяся незима на многих наводит депрессию. Наша команда знает лучший способ борьбы с ней – почаще улыбаться. От улыбки растает и депрессия, и снег на улице. Что еще интересного приготовили мы для тебя, узнаешь прямо сейчас в свежем выпуске новостей «Универ Ньюз». В студии Марии Воробьева поехали! Загадки истории сквозь монитор. Высшая школа ИТИС КФУ разрабатывает компьютерную игру «Болгар. 14 век». Время смеха прошел фестиваль Лиги КВН по Волжье. 25 марта в КФУ прошла очередная защита дорожных карт. На этот раз свой план развития представили Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций и юридический факультет. По традиции, директора презентовали отчет о проделанной работе за предыдущий год, рассказали о рейтингах и, естественно, о планах на будущее. Более подробную информацию о защите дорожных карт узнаешь в нашем следующем выпуске. А мы продолжаем. Один из самых важных в жизни людей — учитель. И неважно, первый это учитель или нет, он всегда открывает нам целый мир. Однако наш мир меняется, и учитель тоже должен идти в ногу со временем. Как видят современные учители Институт международных отношений, истории и востоковедения КФУ, смотри в следующем сюжете. 25 марта в Институте международных отношений и востоковедения КФУ прошла Всероссийская научная конференция «Учитель истории в социокультурном пространстве Евразии» в конце 20-го и начало 21-го веков. Посвящена конференция 140-летию основания Казанского учительского института. К участию были приглашены студенты из Беларуси, Казахстана и Болгарии. Все участники рассказали об особенностях исторического образования, обсудили его изменения. Но все же главной темой для докладов и дискуссий стал портрет современного учителя 21-го века. Стоит отметить, что перед всем институтом стоит важная и ответственная задача – подготовить современных учителей по современным требованиям. Важно, что в Казахстане и в раннем университете уделяется большое внимание и на методике подготовки учителей, и на конкретной работе с преподавателями. И на сегодняшний день я могу сказать, что подобные научные конференции, они выявляют не только проблемы, но и устанавливают новые задачи, которые стоят перед учителями. В Казанском федеральном университете прошли Андреевские чтения, посвященные выдающемуся академику Андрееву Валентину Ивановичу. О подробностях мероприятия далее. В честь 76-го дня рождения академика профессора Казанского университета в КФУ были впервые проведены Андреевские чтения. Андрей Валентин Иванович – советский и российский педагог, профессор Казанского федерального университета и заслуженный деятель науки Российской Федерации. В период с 1985 по 2010 годы возглавлял кафедру педагогики Казанского университета. За эти годы он создал научную школу, ключевой проблемой изучения которой стала ориентация обучения на творческое саморазвитие конкурентоспособной личности. И теперь в Казанском федеральном ежегодно будут проходить Андреевские чтения, на которых его бывшие ученики, профессора, а также студенты смогут выступить со своими докладами о сложном пути личностного и профессионального становления, что и было много лет главной темой научных работ академика. А также в университете появился стенд, который раскрывает много деталей из его жизни. Традиционно каждый год, примерно в это время, он проводил все российские конференции, международные конференции, посвященные проблемам саморазвития творческой личности. Потому что очень многие приезжали в Казанский университет, готовили работы, вели исследования. Очень правильная инициатива руководства университета продолжит традицию проведения этих конференций. Обо всех важных событиях нашей республики смотри в нашей постоянной рубрике WebNews. С 1 сентября экзамены на водительские права будет сдать сложнее. МВД России внесло изменения в регламентах сдачи. В теоретической части сохранится возможность ошибиться в двух из 20 вопросов. Однако тогда придется ответить еще на пять дополнительных. Иван Клима потребовал от Владимира Путина пересмотреть вопрос о повышении цен на проезд в Казань. Председатель Татарстанского отделения Трудовой партии России требует создать согласительную комиссию заново. А расходы транспортников компенсировать за счет зарплат чиновников. Сетевой этап чемпионата Junior Skills пройдет в набережных Челнах. 22 команды ребят в возрасте с 10 до 14 лет со всего Татарстана будут бороться за звание лучших в трех номинациях. Нейропилотирование, лазерные технологии и электроника. В Казани стартует конкурс «Мой любимый экспонат». Цель соревнования – расширение кругозора учащихся и развитие интереса к естественным наукам. Для участия в конкурсе необходимо в творческой форме рассказать об экспонате Музея естественной истории Татарстана. Зону платной парковки в центре Казани расширят еще на несколько улиц. Исполком города распорядится создать 22 новых участка общей вместимостью в 562 места. Парковки будут работать с 7 до 9 часов вечера. Оплата для автомобилистов составит стандартно 50 рублей в час. Ралли «Шелковый путь-2016» пройдет через Казань. Старт международной гонки состоится 8 июля на Красной площади в Москве. Завершится 26 июля в центре Пекина. Общая протяженность трассы – 8,5 тысяч километров. Маршрут пролегает через три страны – Россию, Казахстан и Китай. Первый спецучасток будет Казань, набережные Челны, Уфа. Казань будет бороться за право принять летние Олимпийские игры. Об этом заявил мэр города Казани Эльсур Мершин. По его словам, инфраструктура города позволяет принимать соревнования любого уровня, включая Олимпийские игры. Представители Крыма пройдут повышение квалификации в Казанском федеральном. С 28 марта по 2 апреля главы сельских поселений и работники структурных подразделений органов местного самоуправления будут бороться по программе эффективное управление в системе муниципальной службы. Казанский университет готов начать подготовку специалистов по исламскому банкингу. КФУ станет первым вузом в России по подготовке специалистов в области исламского банкинга и финансов. Утверждена дорожная карта по развитию партнерского банкинга в России. На третьем заседании рабочие группы утвердили дорожную карту по развитию партнерского банкинга и связанных с ним финансовых условий Российской Федерации на период 2016-2017 годов. Казанский федеральный университет представил доклад о научно-образовательных компонентах развития данного направления. В Татарстане запущена масштабная образовательная программа повышения уровня финансовой грамотности населения и развития финансового образования в Татарстане на 2016-2018 годы. Старт программы был дан 24 марта на семинаре в Казанском федеральном. До 26 марта на семинаре в КФУ пройдет работа в секциях по вопросам опыта выполнения мероприятий по повышению финансовой грамотности. Акция «Большое советское кино» состоялась в Казани. Более ста студентов города пришли в КФУ, чтобы послушать лекцию об особенностях советского кино и поучаствовать в викторине на здании советского кинематографа. КФУ посетили представителя компании «Биокат». В ходе своего визита они познакомились с разработками Химического института имени Булерова. Основными направлениями деятельности компании является разработка, производство и продвижение лекарственных средств в перспективе сотрудничества с Казанским федеральным. КФУ – единственный участник проекта 5100, вошедший в предметный рейтинг QS-лингвистика. Вхождение Казанского федерального университета в предметный рейтинг QS-лингвистика является результатом длительной целенаправленной системной работы, нацеленной на успешную реализацию программы повышения конкурентоспособности КФУ. Стать специалистом – это не только получить диплом на руки, но и обладать багажом ценных навыков. В Казанском федеральном студенты проверили себя на самые важные качества. Подробности далее. Ты лидер нового поколения? Мечтаешь построить успешную карьеру? Тогда проект «Университет талантов» специально для тебя. 25 марта на базе Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ прошел научно-образовательный форум. На форуме обсудили такие вопросы, как молодежная политика в Российской Федерации, управление в развитии творческого потенциала, образование в России и другие. Молодежь сегодня практически массово охвачена в высшем образовании, поэтому проекты в развитии высшей школы будут условно оказывать влияние на вашу жизнь. Конференция разделена на пять секций разных направлений. На выступление участникам давалось от 7 до 10 минут. Всего в Университете талантов участвует около 60 человек. Все они приехали с одной целью – проверить свои знания и, возможно, углубиться в них, познакомиться с новыми людьми и, конечно же, с пользой провести время. Адилья Валеева, Роман Самарин, Универньюз. Молодые врачи, белые халаты, реанимация. Неотложную помощь на практике учатся оказывать и терапевты университетской клиники «Казань», которые далеки от этого. Важно быть готовым к любой ситуации. Не зря ведь в свое время каждый из них дал клятву Гиппократа. В симуляционном центре КФУ практикующие молодые врачи собрались, чтобы отработать сердечно-легочную реанимацию – модели больных, приближенных к действительности. Так, во время этой манипуляции можно увидеть, как манекен-имитатор дышит. Конечно, не у всех получается сразу спасти модель больного. Эти занятия очень важны, так как позволяют молодому доктору повысить практические навыки. У нас с молодыми коллегами появилась возможность не только теоретически, но и практически поддерживать свою квалификацию путем проведения тренингов по экстренной и неотложной медицинской помощи. Обучение проводит опытный врач высшей категории, заведующий отделением анестезиологии и реанимации. Делится своими знаниями и навыками, объясняет все до деталей. Сначала врачи повторили теорию, а только потом приступили к практике. Любой медработник обязан оказать экстренную и неотложную помощь до прибытия бригады реаниматологов. Симуляционный центр дает возможность отработать эти знания. Трые позиции самой реанимации невозможно отработать, невозможно понять на живом человеке. И именно на симулянтах они отрабатываются. Сосредоточенность, старание – все это здесь присутствует. Модели правдоподобные, обстановка тоже. Кстати, помимо знаний, важно обрести и профессиональную смелость, которую врач сможет применить во время реанимации пациента, утверждают специалисты. Диана Интимирова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюз. Лаборатория визуализации и разработки игр Высшей школы ИТИС совместно с другими подразделениями КФУ усердно работают над новым интересным проектом, который никого не оставит равнодушным, а именно разработали компьютерную игру в 3D-формате про историю города Болгар 14 века. Подробности далее. Включение города Болгар в список всемирного наследия ЮНЕСКО – это результат усердного труда ученых. Однако, простое текстовое описание, рисунок или карта не могут дать полного представления об изучаемом объекте. Другое дело – трехмерная реконструкция или моделирование отдельных предметов старины, которые позволили бы получить полную картину прошлого. И создавать такую трехмерную картину города Болгар взялись исследователи Казанского университета. Они создают компьютерную игру, в которой заново можно узнать для себя загадки великого Болгара 14 века и даже самому совершить исторические открытия. В этом проекте игроку предстоит исполнить роль средневекового архитектора из Багдада, который по дипломатической миссии приехал в город Болгар и который изучает архитектуру и культуру города. Разработчики игры работают над гигантским пластом научных исследований. Описание и справки, которые встретятся игроку, позволят в точности увидеть все особенности архитектурных сооружений древнего города. При прохождении игры можно узнать не только легенды и историю открытий, но даже узнать метод строительства и увидеть материал, из которого построена крепость, мечеть или хижина. Непосредственно разработкой занимается наша студия. То есть это разработчики, программисты, 3D-моделеры, левел-дизайнеры. Именно материал нам поставляют археологи и историки. Также архитекторы. И это институт археологии Республики Татарстан. Это институт международных отношений и востоковедения КФУ. Завершить работу планируется к концу года, но на этом останавливаться разработчики не намерены. Лаборатория визуализации и разработки игр Высшей школы ИТИС планирует реконструировать в 3D и другие исторические объекты Татарстана. Аделя Мухаммедовична, Роман Самарин, Универньюз. Неделя финансовой грамотности в Казанском федеральном продолжается. После многочисленных лекций, семинаров и мастер-классов студенты КФУ наконец-то получили возможность немного расслабиться. Только даже это они сделали с пользой для ума и тела. В стенах Института управления экономики и финансов прошел увлекательнейший квест с подробностями Александр Александров. В какой банк вложить свои сбережения? Во что вообще лучше инвестировать? Куда и когда платить налоги? Чем кредит отличается от ипотеки? С этими и многими другими вопросами мы с вами сталкиваемся каждый день. И, увы, найти ответы на них не всегда получается. А вот студентам Казанского федерального удалось это сделать буквально за час. Ровно столько им отводилось на прохождение квеста «Финансовая грамотность». Студенты, которые будут участвовать в этой игре, в этом квесте, смогут, с одной стороны, продемонстрировать свои знания в области финансов, те, которые они уже успели получить из разных источников. А с другой стороны, смогут узнать что-то новое, то есть о тех вещах, которые любому человеку нужны по определению. Несмотря на серьезную тему, квест по финансовой грамотности прошел в лучших традициях жанра. Шесть локаций в разных уголках здания, еще больше заданий, ребусы, шарады, кроссворд. И на все это минимум времени. Ответил правильно и быстрее остальных – держи щедрую премию. Плетешься в хвосте – ловишь трав. Так что участникам квеста пришлось изрядно поломать мозги, понервничать и даже побегать. А главное – удалось зарядиться очередной порцией новых знаний и ярких эмоций. Мы получили очень позитивные эмоции. Также могу сказать, что получили необходимые знания на практике, потому что дело происходило уже в каком-то динамичном процессе. Это очень было здорово, конечно. Игра была очень увлекательная. Команда у нас тоже собралась. Очень веселая. Наверное, именно из-за команды я и как бы не почувствовала горечь от проигрыша. Хотелось бы, чтобы проходили такие мероприятия еще. Как и в любой игре, здесь тоже были победители и проигравшие. Но никто из ребят себя проигравшим не считает. Потому что квест научил их решать финансовые проблемы играячи. Александр Александров, Ленар Довлетиаров, Универ Ньюс. Всероссийская неделя рекламы и пиар Russian PR Week вновь собирает сотни пиарочков с всей страны. Как попасть на форум и прокачать свои скиллы в рекламе не только, узнавала Диана Авакян. Russian PR Week впервые прогремел в прошлом году в Казани и стал одним из самых запоминающихся событий в отрасли общественных коммуникаций. В этом году форум обещает быть не менее насыщенным. В программе четыре дня интенсивных мастер-классов и интерактивов, посвященных рекламе, работе в медиа, ивент-маркетингу, диджитал и СММ. Принять участие может любой желающий. Всего пара простых шагов регистрации на сайте, и вы приобретете билеты на уникальное мероприятие, где сможете получить актуальные знания и тут же применить их на практике. То есть ребята с отдаленных регионов Российской Федерации приезжают к нам, чтобы понабраться опыта, так скажем, пообщаться с ведущими специалистами, наладить какой-то, может быть, дружеский контакт с нашим отделением, с нашей кафедрой. И это действительно очень здорово. Стоит отметить, что в этом году форум будет проводить новая команда организаторов из все той же кафедры связи с общественностью и предкладной политологией КФУ. Ребята обещают продолжить традиции прошлого выпуска и внести что-то новое. От того, что новый состав команды, новые люди, и это постоянный поток новых каких-то идей, и не хочется раскрывать каких-то секретов без какого-то развития движения вперед, нельзя. Поэтому будем стараться максимально привести что-то новое. По традиции свои знания в области паблик-релэйшнс можно будет проверить на открытой Олимпиаде по связям с общественностью, а также более неформально на ночном пиар-квесте. С 14 по 17 апреля на базе Казанского федерального университета будет проходить Всероссийский форум Russian PR Week, и мы, организаторы, ждем всех вас на нашем увлекательном мероприятии. Наш телеканал «Универсмотри», как и в прошлом году, будет являться информационным партнером этого мероприятия. Диана Вакян, Роман Самарин, «Универньюс». Море смеха, эмоций, улыбок и ведущий советник-премьер-министра Республики Татарстан по общественным объединениям. Все это фестиваль Центральной Лиги Клуба веселых и находчивых. Почти три десятка команд приехали в Казань на первую игру Лиги КВН по Болжье. Москва, Санкт-Петербург, Махачкала – и это малая часть участников игры. Команды боролись за путевки в одну восьмую финала и возможность попасть в одну из телевизионных Лиг Клуба веселых и находчивых. Фестиваль уже в 20-й раз проходит в столице Татарстана, но концертный зал «Уникса» в этот вечер был полон. Казанский зритель возлагал большие надежды на команды. Я надеюсь, что будет очень много актуальных тем. Это и кризис в стране, и погода невесенняя в Казани. В общем, все самое интересное будет обшучено, мне кажется, сегодня. Эмоции, веселье, весеннее настроение. Зима уже, в общем-то, надоела всем, поэтому хочется весны. Конечно, было смешно. Море впечатлений, чтобы узнать что-то для себя, открыться по-новому, написать уже свои шутки. Жюри в составе чемпиона высшей лиги Дениса Дорохова и других известных личностей стало дополнительной мотивацией для участников. Градус волнения перед игрой был запредельным. Я эту игру очень люблю, и поэтому каждый раз перед игрой у меня где-то даже волнение за ребят, это нормально, я считаю, потому что все-таки в жюри мы сидим не для того, чтобы их там пожурить в плохом смысле слова, а именно для того, чтобы найти новых звездочек, поэтому вот этот момент, он всегда для меня волнительный. Фестиваль был поделен на пять блоков. Каждая команда показала четырехминутное приветствие. За это время КВНщикам предстояло доказать, что именно они достойны попасть в сезон Лиги по Волжье. Жена застукала мужа своей сменой, а потом поняла, что это ее последний шанс. Проваливай отсюда, и вещи свои забери, и мои забери, и я с тобой поеду. На самом деле хочется пройти в сезон, но это как бы результат, и, собственно, ради этого тоже работаем, но и работаем, чтобы самим было удовольствие, и пытаемся прокачаться. На протяжении двух с половиной часов команда показывали свое творчество и смешили зрителей. В одной игре оказалось пять победителей. Недовольных в этот вечер не оказалось. Уже через несколько дней будет объявлен состав одной восьмой финала Лиги КВН по Волжье. Следующие стадии пройдут в Чебоксарах, Саранске и других городах нашего округа. А казанских зрителей уже 7 апреля ждет одна восьмая финала Региональной Лиги Республика. Салават Мухаммадуллин, Ленардо Бритьяров, Универниус. Казалось бы, армспорт – занятие подвластное не каждому. Но популярной спортивной борьбой занимаются и представители слабого пола. А порой способности в армрестлинге обнаруживаются даже в студенческом возрасте. Об армспорте в Казанском федеральном – наш следующий сюжет. Армрестлинг – известная спортивная борьба, в которой противники, сцепившись ладонями и упираясь на локти рук, стремятся прижать столу руку соперника. В Татарстане армспорт имеет большую популярность. Здесь он по праву считается национальным видом спорта. Одной из важных ее особенностей является отсутствие ограничений по возрасту. Начать заниматься армспортом может каждый, независимо от того, сколько ему лет. Главное – тренироваться в своей весовой категории. Нет крайнего возраста, в котором можно прийти в этот вид спорта. То есть в легкую атлетику, будучи студентом, уже не придешь, да? Если ты не начал с детства в плавании, уже нет, да? В гимнастике ты уже вообще пенсионер, да, или в фигурном катании. Армрестлинг – это вид спорта такой, если у тебя есть как бы данные, то, в общем-то, можно начать, будучи студентом первого курса. Богатыри Казанского федерального решили побороться за звание сильнейшего на соревнованиях по армрестлингу в первенстве КФУ. Желающих попробовать свои силы нашлось около 200 студентов самых разных факультетов университета. Хотя студентов КФУ в хорошей физической форме много, но для каждого участие в соревнованиях имеет свой смысл. Ну, вырабатывать силу духа, силу воли, там, потом. Ну, как бы, и в общем тело укрепляет, ну, не то, что говорят, типа армрестлинг, только руки. На самом деле это все тело, работает все тело. Даже за столом при борьбе работает все тело. Отметим, что даже в таком тяжелом и мужском виде спорта находятся представительницы слабого пола. Здесь юные спортсменки не отстают от парней физподготовки и силы духа. Я участвую третий год уже, мне нравится это. Я, получается, за честь института поддерживаю командный дух. Мы командой занимаем призовые места, это очень похвально. Выявлены финалисты в своих весовых категориях. Победители будут защищать честь университета в межвузовских соревнованиях. Анастасия Иванова, Руслан Урозаев, Универньюз. Ну, сегодня это все новости. Желаем вам отличного дня, проведите его незабываемо. И да, улыбайтесь, друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова